Существует шесть принципов, следования которым благоприятствуют чистому преданному скушению. Необходимо, первое, действовать с энтузиазмом. Второе, с уверенностью прилагать усилия, решимость. Третье, проявлять терпение. Четвертое, следовать регулирующим принципам, таким как Шраванам, Киртанам, Вишнов, Смаранам. Пятое, отказаться от общения с непреданными. И шестое, идти по стопам предыдущих ачарьев. Придерживаясь этих шести принципов, человек несомненно добьется успеха в чистом преданном скушении. И я прочитаю часть комментариев Шрилопрабхупада, где он комментирует слово энтузиазм. Нам следует отнестись к возможности вернуться домой, обратно к Богу, с огромным энтузиазмом. Без энтузиазма невозможно добиться успеха ни в чем. Вот так написано, представляете. Даже в материальном мире энтузиазм является залогом успеха в любом деле. Энтузиазм необходим студенту, бизнесмену, художнику, каждому, кто стремится преуспеть на своем поприще. Не менее важен энтузиазм и в преданном служении. Энтузиазм подразумевает деятельность, но ради кого? Ответ таков. Действовать следует только для Кришны. Чтобы достичь совершенства в бхакти-йоге, необходимо в течение всей жизни заниматься преданным скушением под руководством духовного учителя. Это вовсе не означает, сразу в уме такое возникает, действовать под руководством учителя, такая каторга возникает. Все одинаковые такие, идут с цепями, в унисон, они звенят этими цепями, и все скучно, одинаково. А нет, говорит Схидлопраупада, это вовсе не означает, что нужно ограничить свою деятельность какими-то рамками. Кришна пронизывает с собой все, и поэтому нет ничего, что существовало бы отдельно от Него. Как Он сам говорит в Бхагавадгите, в своей непроявленной форме Я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я не в них. То есть Кришна повсюду. Действуя под руководством истинного духовного учителя, человек должен использовать все для служения Кришне. Все можно использовать для служения Кришне, под руководством. Например, сейчас мы пользуемся диктофоном. Материалист изобрел это устройство для бизнесменов и авторов светских романов. Он, разумеется, не думал, что диктофон будет задействован в служении Богу, однако мы используем его для того, чтобы писать книги о сознании Кришны. Безусловно, весь процесс создания диктофона находится в сфере влияния энергии Кришны. Все детали этого механизма, в том числе и его электроника, представляют собой различные сочетания пяти основных элементов материальной энергии. Для создания такого сложного устройства изобретатель использовал свой мозг, который, как и составные части этого механизма, ему дал Кришна. Кришна говорит, все жиждится на моей энергии. Преданному нетрудно понять, что ни один объект этого мира не существует самостоятельно, в отрыве от энергии Кришны. И поэтому все должно использоваться в служении Кришне. Итак, здесь Шага Прабхупада говорит об энтузиазме, и почему я стал говорить об этом энтузиазме. Я думаю, ну то есть вы все понимаете, что если человек делает что-то, а вдохновения, энтузиазма у него на это нет, то это каторга. Правильно? То есть тут как бы когда энтузиазма нет, один вариант вообще не делать, вообще не делать, какой смысл вообще что-то делать, если я этого не хочу. Но если меня так или иначе заставляют это делать, обстоятельства, социум, страх, какая-то выгода, ну какие-то вот что-то такое постороннее, и я вынужден делать то, что мне не нравится, то, что я, на что я не вдохновлен, то всегда как это выглядит? Устаешь, тяжело, любая возможность, и ты уже как бы перекур, в смысле перекус, правильно? То есть вот какие-то вот такие вот все время вот тяжело это делать, да? Делали вы что-то, что вам не нравится, и вдохновения нет, но надо делать, надо делать. Поэтому очень важно вот разобраться, да, ну если бы этот энтузиазм можно было бы, знаете, раз так на кнопку нажал, и пошел энтузиазм. И вот если бы можно было бы включать энтузиазм, просто нажав куда-то на кнопку, говорят, надо с энтузиазмом действовать, с энтузиазмом действовать. И ты на кнопку нажимаешь, и тебе энтузиазм включился, и ты прям с энтузиазмом вот начинаешь, вот было бы классно, правильно? Но где эта кнопка? Как вот сделать так, чтобы это появилось, и чтобы это не уходило? Я не могу это контролировать, скажете вы. Но вот сегодня мы поговорим, откуда это берется, что это за энтузиазм такой вот, откуда он берется, и как сделать так, чтобы он, ну, не махал нам рукой, вот, и не прощался с нами. Хорошая же вещь, да? Вот такая проблема, когда он уходит от энтузиазма. И для начала надо разобраться, что вообще этот термин, что это слово энтузиазм означает. Энтузиазм это, во-первых, эмоция, правильно? Какая она эмоция такая? Радостная, воодушевление, да, другое слово. Воодушевление. И на что человек воодушевляет? Чего это он такой воодушевленный? Что он воодушевленный такой? От деятельности воодушевленный. Вот он чего-то предчувствует, он чего-то хочет, цель его вдохновляет. Вдохновляет цель. Я хочу достичь, мы едем в Индию, и уже человек не может успокоиться, когда же мы туда поедем. Надо делать визу, надо покупать билет, а денег нет, надо где-то их взять. Но так как человек очень хочет в Индию, начинает бегать, вот как электровеник. Правильно? Или нет? Вот. То есть что надо, чтобы был энтузиазм? Цель, которая меня вдохновляет. А допустим, вам дают цель, которая вас не вдохновляет. Допустим, заплатить налоги. И как-то так вот цель уже есть, цель есть, цель есть, но она как-то не включает. То есть цель не просто должна быть цель, не просто должна быть цель, а должна быть цель, которая меня вдохновляет. Я понимаю, что оно мне надо. И когда оно перестает мне быть надо, то тогда я не вдохновляю. Так ведь? Вот в чем проблема. Значит, перестало быть надо. Либо я забыл, что мне надо. И вот когда я понимаю, что мне надо поехать в Индию, да, или купить там что-то такое красивое себе, вот появляется энтузиазм этого достичь. Я хочу этого достичь. И тогда деятельность, деятельность, которая приведет меня к этому результату, как я буду к этой деятельности относиться? Радостно, с энтузиазмом. Потому что я знаю, что вот именно вот эта деятельность меня приведет к этому результату, а мне оно надо. И человек начинает это все делать. Он говорит, а вот поподробнее можете, вот как вот эту визу все-таки сделать? Да, поподробнее. Не так в общем, там, сделайте визу, а вот можно куда зайти, сколько стоит, как долго делают. Правильно? Так ведь? Вот это энтузиазм. Получается, энтузиазм бывает разный. Да, потому что у людей разные цели в жизни, поэтому их разные вещи вдохновляют, и поэтому их вдохновляют разные виды деятельности, которые к этим целям приводят. Да, то есть, допустим, человек, который пишет музыку, у него, его вдохновляют одни вещи, что вот надо там слушать побольше. Знаете, чтобы вот набрать, ну, как бы, как это, или люди, которые пишут стихи, или пишут вообще что-то пишут, им надо много-много читать и слушать, чтобы набрать, вот как-то почувствовать вкус, как там правильно это делать, да? Чтобы чутье такое появилось. Человек, который хочет построить дом, у него энтузиазм в других вещах, да? Ему некогда время терять на какую-то ерунду, на компьютерные игры, потому что у него дело, надо делать, там, все дорожает, встроим материалы, быстро все делаем, быстро. Правильно? Согласны? Так вот, что значит энтузиазм, на что, как сказать, в чем испытывает энтузиазм преданный Кришне? То есть, какая цель его вдохновляет? Что его вдохновляет? Итак, смотрите, значит, что вдохновляет? Вот честно, вот так вот, если вот так вот разобраться, что вот вас конкретно, лично, да, лично, что прям вот так вот, да, хочу, вот, да, хочу, вот, это меня вдохновляет практиковать сознание Кришны. Вот есть такой же, да, хочу, что ли? Просад. Просад, кто-то смиренно говорит, ради просада вообще сюда прихожу. Общение с преданными, киртан нравится. Что еще? Какие-то есть? Порадовать праупаду. Порадовать праупаду, даже какие-то возвышенные такие вот есть идеи. Лекции преданных, которые... А не хочется вообще стать, ну, как-то вот, ну, говорят, говорят, служение Кришне, это самое большое счастье, которое может быть. Вот говорят так вот, я не знаю, вам такое говорили, нет? Вот не захотелось вот такая вот идея, может, попробовать это, может, правда это все. А вдруг правда? Да. Да. Когда вы с кришнетами связались, помните? Связались с кришнетами. Что вы в них, вот что они вот, надо есть, просто есть, да? Или что они говорили? Лекции слушают, там надо приходить, или про что они вам говорили. То есть, да, мы увидели, они такие вот веселые какие-то, вот, энергичные, какие-то, вот, ну, необычные люди, по-другому. Они счастливые, как какие-то другие люди. Неужели не захотелось вот стать такими, как они? Захотелось, да? Я, или вот такой у меня захотелось. И мы срочли, что вы такие вообще? Они что говорят? Служение. Говорят, служение. Кришля? Да ладно, серьезно что ли? И появилась такая маленькая надежда, а может быть и правда. Иногда, когда преданные, я не знаю, у меня был такой опыт, когда мы составляли, как миссию жизни, составляли все когда-нибудь, цель жизни, миссию, куда идти, и там очень важный такой момент, понять, кто я, да? То есть, вот, кто я, да? И тут надо дать ответ, потому что от этого будет зависеть, куда мы дальше идем. И обычно все, ну, преданные пишут, я преданный Кришне, и поэтому мне надо то-то, 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 и вот это, правильно? И вот потом смотришь на вот это, что надо вот мне, и что-то вообще не вдохновение. Хотя, вроде же, я преданный Кришне, и преданному Кришне надо вот это, вот это, вот это, вот это, а мне не вдохновляет, какой вывод? Значит, я не преданным. Вот и все. А кто же я тогда? Я тот, кто хотел бы стать преданным Кришне. Разница есть? Это разные вещи. Я тот, кто хотел бы стать учеником. А тот, кто хотел бы стать преданным Кришне. По правде же, так? Мне хотелось бы. И вот что может способствовать этому? Да, и тут уже, как бы, мы уже под это подстроим. И вот, получается, преданный Кришне, он испытывает энтузиазм. Разные уровни преданных Кришне есть, поэтому они энтузиазм испытывают от разных вещей, от разных целей. Вот есть преданные, есть преданные, которые выдушевлены, чтобы Кришна был доволен. Вот для них Кришна, это не просто философская концепция, как для большинства из нас. Это реально, он его видит, он его чувствует, и он просто хочет, чтобы он был, Кришна, был рад. И вот это его выдушевляет, понимаете? Потом, есть преданные, которым нравится, прям нравится служить. То есть, это разные уровни просто. Есть преданные, которым нравится служить, нравится мандру повторять, нравится читать книги, нравится быть преданным, нравится служить преданным, нравится это делать. Он еще не знает Кришну. Он знает, что Кришна есть, но у него нет еще опыта. Он еще, у него нет личных отношений с Кришной. Поэтому он еще, даже он еще не может сказать, я делаю это для Кришны. Его вдохновляет, слушай, служит Кришне супер. Ему нравится само служение. Есть преданные, которые вдохновлены тем, я хочу стать преданным. Мне хочется, ну, мне как бы нету вкуса сильного в служении. Я знаю, что это важно, это нужно. Мне хотелось бы этот вкус обрести. Потому что я смотрю на других преданных, я хочу быть такими, как они. Вот такое воодушевление может быть. Представляете? Надо разобраться, какое воодушевление, что вот воодушевляет. Если вообще никакого воодушевления нет, это ахтунг. Тогда, значит, искать, что-то у меня вообще потерялось, я вообще зачем тут? Зачем я? Кто я? Зачем я здесь вообще? Надо остановиться, перестать вот это вот двигаться. Двигаться и перестать это кто я, зачем я, куда я иду, почему это важно для меня. Реинсталировать, установить заново, спросить. Преданное, я вообще потерялся. Вы что тут вообще собрались? Что тут дают-то, я не могу понять. Вы мне объясните, может, мне тоже это надо. Я уже забыл, что тут стою в очереди. Так долго стоял в очереди, что уже забыл, как бы зачем стоим. Уже стал как-то в очереди, какие-то другие дела появились. Что долго стоим. Зачем стоим, уже забыл. Надо спросить у соседей, что стоим-то. Надо спросить. Может, кто-то понимает. Ловили, да? То есть, и так, когда у человека появляется, когда он пообщался с вайшнавами, которые вдохновили, напомнили ему. Вот. У него появилось воодушевление, небольшое воодушевление появилось. И тогда понятно, тогда понятно, зачем мантру повторять. Тогда понятно, зачем рано вставать. Когда вы летите куда-то рано утром на самолете, у вас же нет вопроса, как встать. У кого такой вопрос возникает? Нет такого. 20 будильников человек заведет. Он даже спать не будет. Спать не будет. Как можно проспать на самолет в Индию? Невозможно просто. Невозможно. Правильно? И вот, когда у человека появляется вдохновение от цели, если этого вдохновения нет, ничего не будет. Вот, просто ничего не будет. Хотя бы небольшое должно быть. Где взять преданные, которые стоят в той же очереди, которые плывут рядом, в этом океане, через этот океан. Спросить, как, что, куда мы идем? Ты-то зачем плывешь? Может, ты помнишь, зачем плыть? Говорит, да, конечно, понятно же. Вот, 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 вот. Точно. Точно. Спасибо, что подсказал. А то я забыл уже. И вот маленькое воодушевление появилось. И тогда появляется воодушевление заниматься тем, что меня туда ведет. Шила Прабхупада начинает свой комментарий к этому стиху, третьему стиху у Падишамриты, с того, что объясняет, что такое тат-тат-карма-правартана. Там, хотя в самом тексте уцахан нищая дарьян, но Шила Прабхупада начинает с тат-тат-карма-правартана, с деятельности. Чем занят преданность? На что вдохновлен преданный? Преданный вдохновлен на то, чтобы заниматься Шаманом, Киртаном, Вишнавсмараном, саданом, преданным служением, какими-то действиями, которые нравятся Кришне. Вот на что он вдохновлен. То есть, еще раз, его вдохновляет цель до какой-то степени. И чем больше этого вдохновения, тем больше он вдохновлен на то, чтобы делать то, что меня туда приведет. При том, в этой деятельности человек может использовать все, что угодно. То есть, еще раз, Шила Прабхупада делает акцент на то, что преданное служение – это деятельность. То есть, нужно действовать. И это не какая-то однообразная, печальная деятельность. В духовном мире огромное разнообразие. Может быть, для нас, пока духовное разнообразие, ну, непонятно, что такое, для нас кажется, ну вот, Харе Кришна, повторяешь, вот и все. И поэтому он подчеркивает этот аспект, что можно даже то, что тебе нравится, то, что тебе, твоему телу, не тебе, а твоему телу нравится. Важный момент. Не тебе, твоему телу, что нравится. Даже это можно использовать в служении Кришны. Потому что все это из Кришны, поэтому все это предназначено для служения Ему. Займите это под руководством. Под руководством означает, все-таки надо спрашивать периодически, как занять паровоз в сознании Кришны. что может быть какие-то неправильные. Я помню, как Шила Прабхупада, история была, как Шила Прабхупада шел со своими учениками на утренней прогулке, и он спрашивал, смотрите, какой шикарный дом. Да, Шила Прабхупада, шикарный дом. Как мы его используем в сознании Кришны? Ну как, ну мы тут центр. Да, молодцы. А вот эта, там какая-то машина, как мы можем использовать ее в сознании Кришны? Ну мы можем ее вот так и вот так. Молодцы, и какой-то пес выбежал. А как его мы можем занять в сознании Кришны? Ну вот это, вот это. Вот это вы зря сказали. Он бесполезен. Мы не можем его занять в сознании Кришны. Понятно, да? То есть под руководством. Потому что руководство, оно может подсказать нам о волеопытные, как, какие вещи, что мы можем занять принимая, а что мы можем занять отвергая. Вот об этом говорит Шила Прабхупада. И когда у человека вот этот энтузиазм есть, да, еще важный момент. Смотрите, какой важный момент. Почему еще под руководством? Потому что в начале, в начале, к сожалению, наш энтузиазм, энтузиазм, вдохновение, получить что-либо, он может быть перемешан с другими видами энтузиазма. Есть такой момент в его жизни? Так-то кажется, что вот человек поет, потому что, ну как, Харе Кришна, да? А там, оказывается, не только Харе Кришна. И оно перемешано все. Научил, говорит, я хочу построить для Кришны вот этот дом. А на самом деле, ему просто нравится строить дома. И он такой энтузиастичный, да, потому что у него есть желание построить дом. Так ведь? Поэтому в начале этот энтузиазм может быть, ну, может вообще не в сознании Кришны. То есть человек такой энтузиастичный приходит к преминам. Я помню, у меня был случай, когда я на кухне, божество, был поваром. И у нас был, как это, снабженец, да, который привозил продукты, премин, который совершал такое служение. Он привозил, ну, то есть машину привозили, разгружали. Он привозил, мы в холодильник это все загружали. И он как раз вот к обеду это все делал, к обеду. Когда я там уже все приготовил, там всякие вот для Господа подношения. Вот. Он подходил как раз, вот когда снимали просад. И знаете, он всегда так вот жалобно на меня смотрел. Отдадите мне шарик. И у меня, как у нормального сектанта Неофита, прям возмущение такое, знаете, мы же просто так служим Кришне, бескорыстно, какие шарики, ты что с ума сошел, уйди отсюда. Он так виноват, и так, ну извините, простите, сейчас я понимаю, я фанатиком был просто, так нельзя спрятать. Но в тот момент мне казалось, ну как же так, мы же просто служим, а тут он хочет каких-то плодов. ПАМ! Это же неправильно. Представляете? Если бы Кришна к нам так вот относился, нас бы никого тут не было вообще. Никого бы тут не было. Никогда. Понятно, что шарики привлекают, там еще что-то такое. Оно смешано просто. Оно смешано. Поэтому, почему под руководством еще, да, чтобы духовный учитель мог увидеть, каким образом занять своего ученика, направить его энтузиазм, пусть даже в начале не совсем чистый энтузиазм, как направить эту энергию, как ее направить, вдохновение этого человека, для того, чтобы в конце концов он смог почувствовать вкус к служению. И интересовался только служением, и ничем другим. Важная же вещь, да? То есть это умение наставника, духовного учителя, старшего, тот, у кого есть ответственность перед другими, уметь занять их так служением, чтобы постепенно они смогли развиваться. Итак, энтузиазм, еще раз, может быть, это эмоция такого воодушевления от того, что я какую-то цель, какая-то цель меня воодушевляет, я хочу к этой цели идти, и поэтому я с воодушевлением делаю те вещи, которые к этой цели приводят. И в любом деле нужен энтузиазм, потому что если я не хочу этим заниматься, то я не смогу этим заниматься. Если этот энтузиазм теряется, в какой-либо деятельности надо общаться с теми, кто в этой очереди стоит тоже и понимает, зачем мы стоим. Прямо надо такой соцопрос устроить, зачем вы стоите в очереди Харе Кришны, куда очередь? Вот, может кто-то и знает. И соответственно, на что вдохновлен, должен быть вдохновлен преданный, его вдохновляет цель либо Кришна, либо само служение его вдохновляет, либо перспектива стать преданным. Разные могут быть, на разных уровнях разные могут быть вот эти, то, что вдохновляет нас, но вдохновение это перетекает в то, что человек может с таким вдохновением относиться к деятельности, к преданному служению, которое меня к этой цели приведет. Вот, и в начале человек, у него могут быть смешанные мотивы, поэтому энтузиазм он от разных вещей испытывает, но под руководством духовного учителя его могут направить так, чтобы постепенно его энтузиазм очистился, именно стал именно таким, только от Кришны, да, он вдохновляется, от служения ему. Но, помимо того, что у человека должно быть вдохновение на эту деятельность, здесь нам Рупа Госвами говорит, что еще два фактора важны. И на самом деле эти два фактора, они, какие-то два фактора, это терпение, да, нужно быть терпеливым и решительным. Можно сказать, ну, достаточно, знаете, чтобы ты был вдохновлен, но, оказывается, к этому вдохновению, вдохновению, вкусу, особенно в начале, нужно, чтобы еще было на уровне разума понимание, что то, чем я занимаюсь, это полезно. Решимость, что такое решимость? Решимость, значит, я решил, решил, и как бы там не просто не было, так как я решил, надо это делать. Вот это называется решимость. То есть, оно рождается из понимания. То есть, помимо вдохновения на что-либо, нужно еще понимание, как это, как это вообще происходит. А я недавно ездил, как это называется, мета-смотр делал, и мне очень понравилось, как мне этот доктор объяснил. Я говорю, что-то там вот, ну, как-то вот плохо работает, там, внутри что-то плохо работает. Он взял бумажку, вот, бумажку взял, и нарисовал, как оно внутри там устроено все. И вот, знаете, на пальцах, вернее, на бумажке, в моем стиле. Наглядное. Наглядно просто нарисовал, мне говорит, вот понимаешь, вот это вот так вот идет, этого и тут идет, а вот тут вот оно как бы застревает, вот, и тут вот так вот оно не срабатывает, понимаешь? Серьезно, да, вот так вот. Ничего себе, теперь понятно. А что делать? Так вот, понимаешь, оно вот из-за этого вот так, поэтому надо наладить, вот это, и все понятно. Важная вещь, да? Ну, то есть, мы смотрим, да, вот эти вот все, вот из чего состоит, там, польза, это для разума. Это для разума. Поэтому у нас, ну, учитывать, что надо на уровне разума тоже понимать, как процесс работает. Тогда у человека стабильность появляется. Даже если там что-то не сразу появляется, он знает, почему не сразу появляется. Он понимает, что, какой будет следующий этап, что там за поворотом находится. И тогда он не теряет энтузиазм. Он, решимость у него, помогает ему идти. И кроме того, Швадо Прабхупада и Швадо Рупагаслами говорит про терпение. Нужно быть терпеливым. Резко, но резко не происходит, к сожалению. Хотелось бы, конечно, раз и все. Вот раз и все. Вот сегодня мы перед встречей говорили, как подготовиться к паломничеству. Паломничество подготовиться. И я вспомнил, я всегда так делаю, всем советую. Перед тем, как вы едете, несколько вещей интересных, важных есть. Но одно из важных вещей это понять, о чем вы будете просить Дхами. Смотрите, как бывает. Приходишь, вот такая досада, такой конфуз. Когда ты приходишь в какое-то место, и ты понимаешь, что за важное. Тебе рассказали, объяснили. И вот такое важное место, и сейчас надо в чем-то серьезно попросить, потому что здесь Бог присутствует. И Он смотрит прямо на меня и говорит, что тебе надо? И тут надо не промахнуться. А никаких мыслей в голове нет. Ну, слава Богу, из Харе Кришны это всегда помогает. Но просить-то о чем-то надо важно в сознании Кришны. И тут не попросил, и здесь не попросил, и тут что-то, и вот так вот. А знаете, как работает? Когда берешь и просто записываешь самое важное для тебя в сознании Кришны, что ты хочешь получить на данный момент? И в каждом месте не рыться там в голове, что мне надо просить, а в каждом месте я прошу одно и то же. И знаете, Кришне становится понятно, что человеку надо. А ты так, знаете, прибежал в одно место, хочу вот это, вот он прибежал, вот хочу, так ты разберись, что ты хочешь, что ты хочешь. Давай разберемся, чего ты хочешь больше. Мы запутались тут наверху, не поймем, вот ты какой. Чего надо-то вообще? А если человек везде про разные опросы, означает, что он ничего серьезного не хочет. Правильно? Это как дети, когда они капричны, хочу то, там что-то кричит, потом хочу вот это. И родители говорят, ему поспать надо просто, поспать. Просто поспать. Так и тут человек бегает, что-то тут что-то попросил, здесь попросил, что надо-то тебе? Да я не знаю, ну, разберись сначала. Да? Поэтому человеку нужно и бить в одну точку, да? Уцахан, да? Нищает. Дарьян. Бить в одну точку, решительно идти, но надо понять, что сразу не приходит, чтобы, ну, человек понимает, я делаю правильные вещи, я иду в правильном направлении, поэтому просто надо подождать. Тогда есть смысл ждать. А когда вы, знаете, идете не в том направлении и терпите, это очень странно. То есть идете от Москвы в Воронеж, да? И так вы терпеливо идете, скоро Москва. Ну, конечно, скоро, извините, скоро Москва. Но это странное терпение, понимаете? Это неправильное терпение. Вот, мне плохо, надо терпеть. Так ты можешь не в Москву идти, что ты терпишь, ты разберись, ты вообще туда идешь или нет. То есть терпеливо надо сначала разобраться, куда идти, что делать, и потом терпеливо делать. Но если мы не понимаем, куда идти и что нужно делать, то мы и терпеть-то не сможем. Потому что терпение, оно основано на понимании и энтузиазме. Вот три таких составляющих, которые дает нам Шила Прабхупада. Еще раз, энтузиазм означает, что я воодушевлен служить Кришне, стать преданным, очиститься, быть похожим на преданных. Вот я воодушевлен этим, мне понравилось это. И я, соответственно, делаю то, что для этого надо с пониманием. Я понимаю, как это работает, поэтому я терпеливо это делаю, зная, что я иду в том направлении. Терпеливо. То есть я уверен, что это произойдет, потому что я правильные вещи делаю. Вот такая вещь энтузиазм. Когда он уходит, означает, что по какой-то причине, да, дальше Рупа Госвами говорит, что нужно общаться с преднами, избегать общения с непреднами. Почему общаться с преднами? Потому что они объяснят, знаете, они как бы своим примером, своим интересом. Они говорят, это же так здорово быть преданным. Так вот почитаешь, вот скажите непреданному какой-нибудь, непреданный, который хочет стать, я не знаю, обрести устойчивость в современной обстановке, знаете, финансовую. Говорит, да, вот самое главное, чтобы денег было много, во что будем вкладывать правильно, как их называют, ракушки. Раньше они были валютой в Борисе. Будем вкладывать в ракушки или что-то еще такое. Вот такому человеку скажешь, вот просто надо служить Кришне. Что он скажет? Ты странный лучший человек. И когда вот с такими людьми, которые энтузиастичны в других вещах, какой-то человек энтузиастичен в том, чтобы, я не знаю, перекрасить свои волосы в фиолетовый цвет, все время не тот оттенок, он захочется найти тот оттенок, который вот будет, как вот ему приснилось. Он сумасшедший вот на этом, очень энтузиастичен. Он миллион оттенков фиолетового нашел. Он медитирует постоянно. Вот какой вот этот фиолетовый, он чувствует этот фиолетовый цвет. И вы приходите, надо Харе Кришне повторять. Как это мне поможет? И вот как вы будете чувствовать? И вы приходите такие, надо Харе Кришне повторять. Вот такие вот все энтузиастичные приходите в общество. Все на вас так смотрят, как на психа. Что будет с вами? Энтузиазм пропадет, правильно? Вы подумайте, я какой-то ненормальный. Мне не надо, вы будете стесняться, вот, наверное, это не надо, это какая-то странная вещь. Можно, как все, красить волосы фиолетовый цвет, чтобы не отличаться от них. Потому что, ну, я же могу быть личностью только в обществе. А если общество меня не принимает, то я и личностью это не могу быть. Поэтому энтузиазм сразу гаснет, вера просто уходит. Когда человек попадает в среду, которая энтузиастична в другой сфере. И наоборот, попадая в обществе преданных, даже если у нас такая, знаете, слабая, слабый энтузиазм, ну да, вроде надо там как-то. Вот чем мне нравится, чем мне нравится, вот когда есть организованная садана, организованная садана, когда есть, ну, знаете, вот прям, не то, что вот, ну, по вдохновению надо делать. По вдохновению. Не надо по вдохновению, надо по расписанию. Потому что, когда вот ты делаешь по расписанию, даже когда вдохновения нет, думаешь, зачем идти в этот храм? Что я там не видел? Ну, что я там не видел? Ну, знаю я эту песню, Харе Кришна, Харе Кришна. Знаю я ее. Пою уже 30 лет. Ну, что-то нового может быть. Что это вот эти вот, философия. Да знаю эту философию уже. Сколько лекций, посмотрите, у меня на YouTube, сколько лекций. Вот, все знаю, что мне туда идти? Что мне туда идти? Не надо туда идти. Но если как бы есть вот это вот, надо идти, вот приходишь, и песню поют, знакомую, и философию ту же рассказывают, но человек, который это делает, он делится своей верой. И в этот момент думаешь, что я дурак, кто думал не ходить? Хорошо, что я не послушал себя. Хорошо, что я сюда пришел. Правильно? Ну, такой опыт у вас. Так оно работает. Вот, поэтому, к чему это все рассказало? Да, общество преданных. Поэтому, чтобы вот этот энтузиазм погас, нужно быть в обществе непредных. Сразу же весь энтузиазм на преданность потеряется, и появится энтузиазм на что-то другое. Прямо будет энтузиазм покупать эти ракушки, улиток, красить фиолетовый цвет волосы всех соседей, проповедовать, этим, знаете, только через фиолетовые волосы вы освободитесь от всех волос. И когда приходишь к преданным, даже если маленький такой энтузиазм, вот, знаете, вот чуть-чуть прямо этого энтузиазма есть, который, знаете, вот позволил доползти, да, знаете, вот как человек вот такой обессиленный, вот он давно не ел, он еле ползет такой, господи, доползет, может, не надо в этот храм, но все-таки доползает, открывает дверь, и тут на него выливается этот вот поток энтузиазма, он говорит, да, что-то надо практиковать, что-то надо, надо, вот нельзя просто так сидеть. Правильно? Вот такой нам совет дает Шиларупа Госвами, еще раз, он определяет саму практику анги преданного служения, объясняет, что это нужно делать с энтузиазмом, решительно, значит, понимая, как процесс работает, обязательно нужно знать, чтобы понимать, как это все там совмещается, там внутри, там вот все работает, и это даст терпение, терпеливо человек будет это делать. Но откуда он это берет? Преданные, как он это теряет? Общение не с преданными. И общение не с преданными, это не означает, что мы сейчас закрылись в своих домах, ни с кем не общаемся, нет, нет, идет речь о каком-то близком душевном общении, когда человек прям погружается во все это и в ценности материалистичных людей. Вот, это об энтузиазме, и в этой связи я хотел рассказать историю, все же хотят историю, практическую историю, как преданный, благодаря энтузиазму в сознании Кришны, благодаря тому, что он этот энтузиазм получил от Вайшнауф, и постоянно, знаете, под руководством своего духовного учителя, он этот энтузиазм правильно направлял. Помните, мы говорили, что паровоз можно по-разному использовать, что-то можно занять в служении Кришне, что-то нельзя, поэтому так, особенно в начале, когда мотивы еще странные у нас могут примешиваться, важно как-то корректировать свой энтузиазм, чтобы духовный учитель направил нас так, чтобы мы благо получили, чтобы мы могли к Кришне прийти. И таким ярким примером человека, который благодаря энтузиазму и который был под руководством духовного учителя, достиг лотосных стоп Господа Читания является царь Пратапарудра. Я недавно, буквально, получается, три недели назад был в Джаганатхапури, и мы эту историю подробно разбирали. Это как раз было Радхаятра, там царь, местный царь, подметал перед Радхаятрой. Все как всегда. Вот, я вспомнил эту историю. царь Пратапарудра, конечно же, был преданным. Конечно же, был преданным Кришне. Это хорошая карма. Ему дали ответственность, чтобы он позаботился о многих людях. Он родился в семье преданных. У него было все, что нужно для практики. У него была возможность для служения. Он был царем. Вот. То есть, с точки зрения чувственных наслаждений, у него было все, что только можно представить. Мы даже представить себе не можем. Ну, то есть, в голове какие-то всплывают викармические варианты чувственных наслаждений. И думаю, вот это самые классные чувственные наслаждения викармические. Там, выпить, я не знаю, дихлофос, вот, заесть гуталином, вот, прыгнуть вниз головой в какой-нибудь еще там, куда-нибудь прыгнуть. И вот это, вот это вот самый нектар. Ну, вот это, это просто, ну, гунноневежество говорит, что это самый нектар. Вот у тех, у кого побольше чуть-чуть лунной благости, им доступны больше вариантов, больше вариантов чувственных наслаждений, более утонченные чувственные наслаждения, которые больше приятных ощущений эстетического счастья приносят. Понимаете? Вот, и вот, соответственно, это ведический царь, у него есть все возможности для утонченных чувств наслаждений, особенно сейчас, когда, как тебе, дофамин, это называется? Когда люди, дофамин, это гормоны, которые дают счастье, через которые счастье двигается по нашему телу, и вот, когда люди чрезмерные дозы наслаждений в себя вливают, то у них вот этот вот механизм переваривания дофамина, он портится. То есть, раньше для того, чтобы испытать такой вот супер, достаточно просто посмотреть на закат. Человеку супер. А вот у кого там сломался этот механизм, ему, чтобы вот у него было супер, ему надо вниз головой с моста прыгнуть. И тогда он что-то чувствует, говорит, да, вообще нормально. Понимаете, да? Вот. Значит, у Махараджи Протапарудра все нормально с дофаминовыми вот этими механизмами. Он испытывает утонченные, чувственные насхождения. как у царя, там, еда хорошая, и семья, и как бы подданные его любят. Ну, классно очень, классно. Вот живи его, и преданный еще. Чего не хватает-то? Все же нормально. Занимайся служением, по своей природе занимайся служением. И вот, значит, он занимается служением, по своей природе, все у него нормально. И тут он приезжает в Джаганатхапури, столица у него была в Катве, он приехал в Джаганатхапури, и тут до него доходят новости, до него доходят новости, что какой-то великий святой был только что в Джаганатхапури, и он поселился у Сарабам в Бутачари. Ну, то есть, в Джаганатхапури по поводу там святых людей вообще не проблема. Там много святых людей, много групп, много организаций, всех подряд там, ну, не проблем. Даже сейчас там все Господы к Джаганатхам приходят, Он популярен среди всех. Крестьяне, мусульмане, политики, кришнаиты, шиваиты. Все вот господы джиганаты. Поэтому в этом нет никакого дефицита. Но тут, говорит, такой особый святой приходил. Особый святой. И он приходит к Сарабама Батачаре. А Сарабама Батачаре, его профессор духовных знаний, гуру его, один из его учителей. И он спрашивает его, это правда, что из Бенгалии к тебе сюда пришел великий святой? Говорит, да, приходил великий святой. Великий святой. Но, говорит, а можно мне с ним повидаться? Но он уже ушел. Как ты мог его отпустить? Великих святых нельзя отпускать. Они должны жить вот здесь у нас. Но он, говорит, Бог. Он Бог. И мы его не можем контролировать. У него есть свобода. Он, как сказать, повелитель. Он решил пойти в Южную Индию. Но он скоро вернется. Но, к сожалению, даже когда он вернется, ты не сможешь его увидеть. Потому что он, хотя и Бог, хотя и Бог, тем не менее он ведет себя как преданный. Как отреченный преданный. И поэтому, как Саньяси, он не общается с женщинами и царями. Теми, кто связаны с деньгами, те, кто связаны с женщинами. Как Саньяси, он не соприкасается с ними. И вот интересный момент. То есть, как царь Протопорудра, как он обо всем этом узнал? Сначала через слухи. Сначала он просто услышал, что есть такой святой, который необычное счастье раздает. Это говорит о том, что то, что было у него, а у него много чего было. У него все нормально, со счастьем было, с материальным. Но то, что он услышал от людей, это его заинтересовало. Он говорит, о, это даже... То есть, одно дело, знаете, какой-нибудь школьник, не окончивший школу, пришел, говорят, стал преданным Кришне. Так у него ничего в жизни не было. Ему сравнить-то нечего. Говорит, я вот пришел, Харе Кришна. Это лучше, чем райские планеты. Так у тебя что, райские планеты были? Ну а что ты говоришь тогда, о чем ты говоришь? Когда будут давать тебя райские планеты, посмотрим на тебя, что лучше. Мне ничего не надо в жизни. Конечно, у тебя ничего нет, потому что тебе ничего и не надо. Но царь Протопородра не был таким человеком. У него все было. Гаслами в Риндавне не были такими людьми. Рупа, Санаты на Гаслами, у них все было. В материальном отношении они были, в мультимиллионерах. Но когда они почувствовали то, что идет от Господа Ситани, даже не то, что непосредственно, а через кого-то, слухи просто дошли до него, он почувствовал интерес, мне это интересно. И он спросил у своего учителя. Он сказал Сарабамбатачаре, так как ты говоришь, что это Бог, я принимаю это. Там люди что-то говорят непонятного. Бог он не Бог, вот они там все перепутают. Но Сарабамбатачаре это самый умный человек того времени. Самый умный человек. Ну, Господь Ситани не человек же, правильно? Он Бог. Это самый умный человек до сих пор. Историки, которые изучают эти времена, они знают Сарабамбатачаре. Это тот, кто сделал Наваньяю, философскую систему Наваньяю. Гений просто, гений. Отдельно можно про него рассказать. Это как ты говоришь, что это Бог, то я принимаю это. То есть первое у него вот доверие гуру, это Бог, хорошо, но можно ли так сделать, чтобы я его увидел? Как-то Даршин получил. У меня появилось вдохновение, энтузиазм. От этих людей, от преданных и от гуру у него появился энтузиазм. Он говорит, о, мне это надо, мне это надо. Он говорит, ну, хорошо, я попробую, когда он придет, но, может быть, ты что-то... И сразу гуру что делает? Смотрите, гениальная вещь. Он говорит, может, ты поможешь? Ему нужно где-то жить. Ему надо жить недалеко от храма Господа Джиганатхи, чтобы было спокойное место недалеко от храма. Видите, гуру сразу же занят его в служении. Значит, ну, а как ему? Его надо, вот этот его энтузиазм, который у него есть, ему надо направить в нужное русло, чтобы у него было еще больше энтузиазма. Да, чтобы было больше ответа. Говорит, надо место. Говорит, я знаю такое место. И он, значит, дает, договаривается с Каши Мишрой. Каши Мишра – это главный жрец, главный пуджарий в храме Господа Джиганатхи. И также является гуру, он гуру для царя Протопорудры. Представляете? То есть он как бы в доме гуру его решил поселить. И он говорит, я вот это знаю место, вот ему там понравится. Приходит Господь Итанин, приходит Господь Итанин. Так следим за мыслью, да? Вдохновение появилось от людей, от преданных. Потом гуру его одобрил, говорит, это Бог, еще больше дал ему вдохновение. И занял его вдохновение в том, чтобы он какое-то служение для Господа сделал. А как по-другому Господу приблизиться? Только через служение, только через служение. Дал ему возможность служение выполнить. И, значит, Господь Итанин приходит, его поселяют в доме Каши Миши. Он спрашивает, можно, Господь Итанин спрашивает, можно мне вот тут пожить? Каши Миши говорит, все в этом доме твое. Он на самом деле все, все... Так и переписал на него дом, на Господа Итанин. Потом уже Господь Итанин отдал его, этот дом весь, отдал Гапаугуру Госвэну. Этот мальчик, он ему передал потом. Вот он его, значит, оставлял, говорит, конечно же, живите, и вот все. И вот тут, значит, Сарамбаум Батачари стал представлять различных преданных, которые живут в Пуре, знакомы с Господочитанием. Стали стекаться преданные отовсюду. Все спутники, которые должны были участвовать в Лилу Господочитании, стали приходить туда. Кашиш Варапандит, Говинда, Сарупа Дамодара, Брамананда Барати, все-все-все, вот, ну вот, каком мы читаем, вот, кто будет потом вот эти Лилы, с кем они будут Лилы эти разворачивать, все стали туда приходить. И в конце концов, Сарабаум Батачари, когда уже так все разошлись, он спросил, вот, у меня есть одна, одна, вот, маленькая просьба. Ну, то есть, представляете, Господь Читания доволен Сарабаум Батачариев. Дом ему нашел, правильно? С вредными познакомил. Вот, ну, как бы, как гостеприимный хозяин все организовал, да? То есть, такая расположенность у него, к Сарабаум Батачари. И тот ему говорит, можно вот маленькую просьбу? Вот, обычно, как говорят, что попросишь, то и, как бы, я... Ну, Господь Читания, как бы, смехнул. Он говорит, ну, я исполню, если это мне понравится. Он говорит, есть один царь, есть один царь, который вот полностью предан тебе и очень хочет, очень хочет получить твой даршин. Он великий святой, великий вайшнав. Пожалуйста, дай ему возможность получить твой даршин. Господь Читания очень категорично, процитировав Шлоку из Шимадбхагавдан, где говорится, что человеку в отречении нельзя общаться с теми, кто с царями, кто с деньгами связан. Ни в коем случае, ни в коем случае нельзя это делать. Потому что обычные люди на него смотрят. И если даже маленькая, ну, то есть на чистой ткани даже маленькая, знаете, капелька чего-то, она сразу бросается в глаза. Потому что самое ценное, что есть у Саньяси, это его репутация. Понимаете, зачем Саньяси-то ходит? Он ходит, делится с сознанием Кришны. И люди уважают его, и поэтому уважительно относятся к тому, что он говорит. А если он потеряет уважение людей, то у него больше ничего нет. Денег у него нет, того у него нет, ничего у него нет. Поэтому как он сможет донести-то до людей? Но даже если было, он не может заставить. Потому что единственное, как люди могут реально принять, если они кого-то уважают. Поэтому нельзя, Саньяси, терять уважение людей. Иначе у него ничего нет просто. Я не могу его, он говорит, ну, он же великий свет, ну, он же великий вайшнав. Да, я знаю, но так как он царь, то я не могу с ним встречаться. Он там приводит пример, я уже забыл, ну, ладно, неважно. Я не могу. Если ты еще раз вот так вот попросишь меня об этом, то я уйду в другое место. Тот испугался. Он говорит, только не это, только никуда не уходи. Это худшее, что может быть. И, соответственно, он, ну, то есть печальный, что не смог желание Сарбаум Батачари удовлетворить. Сарбаум Батачари приходит, приезжает, соответственно, в Джаганадхапури вместе с Раманандараем, который ушел в подставку для того, чтобы служить Господу Читани. И вот он приезжает в Джаганадхапури, первый, с кем он встречается, с Сарбаум Батачари, спрашивает, ну как, ну как? Говорит, никак. Невозможно. И вот смотрите, какой энтузиазм у царя Протопорудра. Вот вот было такое, что вот чего-то хотите, да? Вот чего-то хотите. А вам, говорит, а вам, ну как бы, обрубают и говорят, все, это невозможно достичь. Какие эмоции возникают? Гнев возникает. Ах, вы так? Да не так, то и нужно было это. Ты без вас проживем. А мы там вот найдем. Подавитесь. Да, подавитесь вы этим. Вот. Правильно, да? Как реагирует? Как реагирует? Это потому что, почему у человека такое? Ну у него, ну то есть это не то, что исполняет, единственная цель его жизни. Для нас это не единственная цель жизни. Ну не получилось, но в другом месте. У нас есть еще и другие интересные вещи, чем можно заняться. У царя Протопорудра не было других интересных вещей. Поэтому он говорит, все, конец. То есть, смотрите, Господь Читания спасает Джагая и Матхая. Ну просто каких-то, ну отбросы общества. Правильно? Грешники. Вот даже им повезло. А то, что я царь, если это мешает, чтобы получить милость Господа Читания, какой смысл мне быть царем? Он решил, ну, выбросить это царство. Если это мешает мне получить дальше Господа Читания, милость Господа Читания. Представляете, как человек, ну, задело. То есть, насколько его вдохновило. Это что такое за сознание Кришны такое? Что человек от царства отказывается ради сознания Кришны. Еще раз, у него есть от чего отказываться. В отличие от некоторых. И он такой, все, я не знаю, что делать. И Сарабама Батачаря смотрит на него, на своего ученика, и понимает, какой у него энтузиазм. Какой у него энтузиазм. Сколько у него вдохновения на сознание Кришны. Это явный признак, что у него все будет хорошо. Его просто надо направить. Он надо направить. И он дает ему знание и понимание, что нужно делать. Он говорит, зная природу Господа Кришны и Господа Читания, и Он говорит, у тебя все получится. Я вижу на твою решимость, тебе надо. Господь любит решительных людей. Потому что Господь очень тактичный, Бог. Очень тактичный. Он не любит никого заставлять. Если человек вот так, ну не знаю, надо мне или не надо, он вообще не будет связываться. Зачем как бы? Потом скажут, ой, вы меня кинули. Вы меня заставили. Вы мне ничего не объяснили. Вот если бы объяснили заранее. Ты разберись сначала. Может, тебе не надо. Может, тебе лучше айфон 14? Подумай. Может, я тебе не нужен? Да, 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 давайте лучше айфон. Ну все, видишь, разобрались. И он говорит, и самому подачарю гуру смотрит на него и понимает, вот, ему очень надо, ему очень надо. Значит, у него все будет хорошо. Он говорит, я знаю, что нужно делать. Когда Господь Читания, смотри, через три дня будет сна на ядра. Сна на ядра, знаете, да, что такое? Это омывает Господа Джаганадху. Омывают. Это, знаете, по какому поводу омывают? Догадайтесь. Почему его омывают в этот день? Какой повод для его омовения? День рождения у него просто. День рождения. День рождения Господа Джаганадхи, это во время сна на ядра. И вот когда вот через три дня будет сна на ядра, потом на две недели Господь будет болеть. И Господь Читания будет скучать по нему, он уйдет в уединение. А после этого, когда начнется Таратхаятра, он в экстазе, встрече, он будет петь, танцевать. И в какой-то момент он будет отдыхать в саду. И в этот самый момент, когда он будет отдыхать в саду, тебе нужно прийти туда. В обычных одеждах, вайшнава, да? И пропеть ему Гопи Гиту, 31 главу, 10 песни Шимадбхагавата. Вот такой у нас план, понимаешь? У тебя все получится. Теперь смотрите, царь Пратапарудра, энтузиазм, что у него? Потому что гуру, на него вселяет веру, он говорит, у тебя все получится. Видите, как важно, да, общение? Все получится, и как подробный план саданы. Подучи там 31 главу Шимадбхагава, там сразу, знаете, вот иногда предметы говорят, вот в школе что-то не учатся, там, да? А тут когда такой вот, такой план? Сразу все, раз, и выучилось. 30, там сколько, 30 стихов, раз, и выучилось у него все. Понимаете? Когда человеку надо. Вот он, выдушевленный. Но у него все равно, так как ему энтузиазм вот есть, он думает, ну когда же, вот, когда же. Он на всякий случай еще написал одно письмо преданным. Он написал письмо, и он, гуру написал письмо, сарабамбатачарь, и говорит, попроси, пожалуйста, преданных. Вот я понимаю, что только по милости преданных. Видите, он не просто так, знаете, энтузиазм в каких-то глупостях проявляется. У него энтузиазм проявляется в нужных вещах. В правильное русское было направлено. И вот, значит, его гуру научил, как нужно там выучить стихи, там куда прийти. Вот, и он также понимает, что самому Господу читать не подойти, только по знакомству. Вот этот принцип по знакомству, он из духовного мира. Я когда наблюдал, ну мы на крыше сидели, вот во время Радхаятри сидели на крыше. Я как-то, ну, не рискнул спуститься вниз к этому бесчисленному количеству вайшнауф. Из нескольких миллионов человек. Ну, как-то я подумал, что я не квалифицирован для такого служения. Мы как-то на крыше были. Я вот наблюдал, вообще это, ну, то есть, индийская полиция, это что-то необычное. Значит, там несколько рядов полицейских стояло, там, ну, подходов к этому действию, к храму Господа Джиганат, несколько рядов полицейских. Я вот наблюдал, как они работают. То есть, подходит человек, и вот что-то там говорит, он говорит, нет, нет, нет. Тот подходит к другому человеку, к другому полицейскому, говорит, нет, нет, нет. И вот как-то, а кто-то показывает бумажку, они говорят, да, окей, проходите. Кто-то показывает такую же бумажку, говорит, вам нельзя. Я думаю, вот интересно. И потом, значит, подходят какие-то тоже из, военные какие-то, ну, в другой форме они, я не знаю, кто они там были. И они подходят с женами своими, ну, или знакомыми своим подходят. Их нельзя туда. Но они подходят и такие, ну, как бы, я не знаю, что они там говорили. Там далеко было, на хинде. Но они что-то там такое говорили, там посмеяли, говорят, да, ладно, давай. И они прошли туда. Вы понимаете, да? Вот в духовном мире так же. Вот только так. Вот только так. Вот по-другому. Там все живое. Там, ну, все вот эти вот квалификации, это не роботы там, это живые личности. И, значит, отношения. Поэтому важно как-то вот, ну, чтобы было кому там за нас сказать, что это наши люди. Мы с ним в алтарной одно сидели. Вот пели Киртон. Я его видел, я знаю, он тебе предан, Господь. Ну, ладно, заходи. И вот, значит, он понимает этот принцип и просит Сарабама Батачаре. Вот смотрите, ему очень надо. Это не было какой-то формально. Ну, преданный там, помолитесь за меня. Нет. Он говорит, мне очень надо, я с ума тут схожу. Вот если я, если я не получу даршин, не получу милость Господа Читания, я просто уйду из царства. Я, значит, все раздам, повешу себе эту слоновью сережку. Там, говорит, шиво про упады, такой был этот хайк, да, это называется. Тренд, да. Да, да, да. Тренд был такой, да, что если ты, как бы, вот, отречить, значит, сережка, да, из-за склонного кусть. Но это на самом деле ничего не означает. Ну, вот такая была там тренд в тот момент. Он говорит, я одену эту сережку, я все брошу, мне ничего не надо. Зачем, какой смысл во всех этих богатствах, если я не могу милость Господа Читания получить? И предные приглянулись, во главе с Господом Нейтенандой, Адвай-Тайчарья, Сарвам-Батайчарья. Они вот так вот, слушай, ну очень вообще надо помочь, вот такая жажда вообще, надо что-то сказать. Ну, мы же не можем сказать Господу Читании, что надо его принять, он же уйдет сейчас, Ваварнат. Ну, хорошо, говорит Господь Нейтенанда, мы придем, придем, и не будем просить Господа Читания с ним встретить. Не будем просить, мы просто будем рассказывать о том, как царь Протопорудра хочет с ним встретиться, какая у него бахтия. Мы знаем, Господи Читании нравится бахтия, и мы просто будем рассказывать о бахтии Сарвам-Батайчарья, царя Протопорудры. Придем, да, хорошая идея, пойдемте. И они даже такие собрались, грубкой, ну не один, страшно одному, они грубкой, заходят Господь Читания в Гамбхире, они заходят грубкой и молчат. Он на них смотрит, говорит, вы, наверное, хотели что-то мне сказать. И Господь Нейтенанда говорит, да, мы хотели сказать, но мы стесняемся. Мы хотели сказать, и он как начал говорить, что вот, если, они говорили, но они действительно не сказали, ты должен встретиться с царем Протопорудры, такого они не сказали. Они просто сказали, что если ты, из-за того, что царь Протопорудры не может получить твой даршин, он хочет бросить все царство. Ну, вообще, это большая потеря, царь преданный, царство преданных, это серьезная вещь. Вот он уходит, вот, он покончит с собой. Ты, конечно, такую, смотрите, какой аргумент они ему дали, Господи Читании. Ты, конечно, Бог. Ты можешь поступать, как тебе захочется. Ты можешь, вот, если ты решил не показываться перед Ним, вот, ты не показывайся перед Ним, но при этом... Но при этом у Него остается независимость. Ну, у каждого из нас есть независимость. Поэтому может воспользоваться своей независимостью и наложить на себя руки. Ты, конечно, можешь перед Ним не показываться, но он также имеет право покончить с собой. Вот ты имей это в виду. Господь Читании говорит, ну, то есть вы хотите меня прям в этот каток отвезти к этому царю? Что, вот, вот, вот такой план он у вас, что ли? Передан говорит, ну, не знаем, не знаем. Мы не знаем, что делать. Ты уж сам решай. Говорю, ну, что вы предлагаете тогда? И, ну, преданные, когда, знаете, включаются вот этот режим, как бы послужить, да, там разные гениальные мысли приходят. Они говорят, знаете, вот, чтобы царь не наложил на себя руки, и в то же самое время, что так ты не можешь с ним встречаться, надо, чтобы он руки не наложил, у нас есть план. Ты просто отправь ему свою махапрасад, одежду, которую ты носил. Как реагирует царь? Он реагирует. Милость. Правильно? Не то, что, о, а что так вообще мало? Мы так не договаривались. Что такое вообще? Как реагирует царь? Он реагирует. Он с большим благодарностью реагирует. Он эту одежду на алтаре, он поклоняется, как самому Господу читания. Видите, какая милость приходит, он ее ценит, благодарит. Но просто так, как ему хочется еще больше, он на этом не останавливается. Он, значит, подговаривает Рамананда Рая. Рамананда Рая. То есть, понимаете, вот ход у него такой, ну, через преданных, через преданных, вот так вот, через преданных. Он, значит, Рамананда Рая. Рамананда Рая – это кто? Галита, да? Галита в духовном мире. Вишака в духовном мире. Сварупа Дамодара Галита, да? Это Вишак, получается. И, соответственно, он, когда встретился с Господом Читани, вот это вот Рамананда Самват, беседа с Раманандой Раем, когда они обсуждали, что самое высшее в жизни, там такая возвышенная-возвышенная беседа была. И, в конце концов, Господь Читани говорит, слушай, я хочу, чтобы ты жил со мной в Жиганатхапури, мы будем с тобой изучать Бхакти Вайбхаву, Бхакти Астраванвауму, одним словом, настроение Шематер Адхарани будем изучать, вот ты очень должен, чтобы ты там был. Говорит, ну я тут на работе, я тут вообще-то, ну, как это называется, ну, царь там в том месте, да, как это называется, подчиненный царь, администратор от имени царя Протопорудра. Говорит, ну ты как-то поговори. И он приходит к царю Протопорудру и говорит, вот такое вот дело. И царь Протопорудру говорит, как тебе повезло, как же тебе, вот мне бы так, чтобы повезло. Конечно же, служи Господу Читании, это самое важное, что может быть. Я оставляю тебе зарплату, твоя пенсия, это будет твоя зарплата, главное, чтобы ты все время служил Господу Читании, это так важно. Вот, только вот, ну, как-то вот подумай, вот скажи вот, что я хочу тоже. Как-то там, как-то вот ты можешь дадести до Господа Читании, что я хочу как-то с ним вот тоже дальше получить. То есть еще раз, царь Протопорудру не то, что вот он хотел с ним селфи сделать, потом всем показывать, а знаете, я с Господом Читании, вы понимаете. Нет, то есть он, конечно, издалека мог посмотреть на Господа Читании, но вот про этот дальше, на котором идет речь, это он хотел, чтобы его приняли слугой. Вот, какое-то сокровенное служение для Господа Читании делал. То есть это вопрос, как бы, близости отношений. Вот о чем. То есть он хотел быть слугой Господа Читании. Скажи что-то, помоги мне. И, значит, Рамананда Рай, он же политик. Политики хорошие люди. Они знают, как добиваться своих целей так, чтобы другому казалось, что он думает только о нем. Нормально я сказал, да? И он большой политик. Рамананда, ну, это трансцендентный политик. Он же хотел послужить предным. Послужить предным. Поэтому он понимает, то есть сказать, встречайся с царем Протопорудр вот так вот в лоб нельзя. Поэтому он не говорит об этом. Он просто просклавляет царе Протопорудра. Он рассказывает. Представляешь, когда он узнал, царь Протопорудр узнал, что я хочу служить тебе, он говорит, уходи, конечно, вот тебе эти деньги, вот тебе возможности. Я тебя от всего освобождаю, иди, служи. Он так предан вообще. Господь, он так предан тебе. Господь читает послушал об этом и сказал, да, так как он очень ценит преданных, имея в виду Рамананда Рая, то все его желания скоро исполнятся. Вот так он ему сказал. Вот. И в конце концов, после каких-то вот нескольких раз, когда Рамананда Рая просклавлял царя Протопорудра, в конце концов он спросил, а почему ты не можешь с ним встретиться? Почему ты не можешь с ним встретиться? И Господь читает объяснил, еще раз, что если я это сделаю, что люди про меня скажут. Что люди про меня скажут. Конечно, если, как звали этого преданного, который критиковал Господь читает, делал ему замечание, не Джигадананда, а второй из, а? Дамодара пандит. Конечно же, если Дамодара пандит мне разрешит, то, конечно, я это сделаю. Дамодара пандит очень смутился. Он говорит, да нет, нет, как я могу вообще тебе делать замечание, там вот, ну, кто и ты Бог, кто и вот, ну, не знаю, как вообще тут поступить, я не могу тебе запрещать, я не могу тебе разрешать. Вот. Я уж не помню, там надо читать, но одним словом вот как-то он так вот стушевался. Вот. И в конце концов, Господь читает уже сам предложил. До этого преданные предлагали, что надо сделать, вот тут он сам предложил. Хорошо, встретиться я с ним не могу, но я могу встретиться с его сыном. Потому что сын-то не царь, правильно? Но, с другой стороны, сын представляет отца, поэтому я встречусь с его сыном. Значит, приводит царевича, царевич, юноша, вот как раз его одели как Кришну. Когда Господь читает не увидел этого царевича, он вспомнил Кришну и сказал, ты Махабхагавата, потому что Махабхагавата это тот, при виде которого люди вспоминают Кришну. Вот, и знаете, в экстазии, что это вот такой великий Вайшнав, а царевич вообще не понимал, как он там оказался. Он обнимает этого царевича, и этот мальчик переносится, переходит в него любовь к Кришне. От всей сердца Господи читания ему переходит в сердце любовь к Кришне. Вообще он попал, какая-то удача вообще. Он-то тут при чем? Ну так получилось? И он, значит, с ума сходит по Кришне, у него слезы текут, он катается, его господь читания успокаивает. Все, говорит, приходи, вот каждый день мы будем с тобой здесь общаться. Вот у нас клуб Махабхагавата, мы вот тут все плачем по Кришне, приходи. С того момента царевич каждый раз приходил. И когда он пришел домой, царь Пратапарудра обнял его, и та же энергия передалась ему. Представляете? Конечно же он обрадовался, конечно же это милость. Он все делает правильно, смотрите, то есть он не просто энтузиазм куда-то вот, не знаю, биться головой об стенку. Нет, он направлял этот энтузиазм, инвестировал этот энтузиазм в правильные вещи. Спросил угуру, значит, обратился к Вайшнавам, да, получил милость Вайшнавов, они через него там помолились за него. Потом близкий спутник Рамананда Райд, вот что-то произошло, и все время приходят плоды, а он все не успокаивается. Вожделение, хотя мы и говорим, говорится, что это как огонь, который невозможно насытить, но в конце концов все равно это же ограниченная вещь. Да, то есть приходит пресечение, надоедает человек, потом он опять разгорает. Но трансцендентное счастье, вот это вот реально непогасимый огонь. Сколько туда не бросай, хочется еще больше. Просто в отличие от вожделения, которое упирается в стенки и не знает куда там дальше идти, то трансцендентная према, там границ нет, поэтому она расширяется до бесконечности. Поэтому его уже этого мало, что его и сына, и ему уже према передалась через этого сына. Он сегодня находит себе место и думает, что делать дальше. А у него план, план же есть, надо же подойти к Господу читания после. Это все получается в течение 18 дней произошло. Знаете, энтузиазм какой был у царя Протопорубер. И вот, значит, что делать дальше? Начинается Радхаятра. Да, сначала Господь читания встречает своих спутников из Бенгалии. И царь Протопорубер вместе с Рабамбатачари, Гапинатачари, со своего дворца наблюдают, как пришли жители Бенгалии, да, как Господь читания с ними встречается. Он удивляется, что это засветящиеся вайшнавы такие, и его знакомят со всеми, ну, как-то заочно. Он удивляется, что не следует правилам традиционным, что надо поститься, потом бриться. А они вместо всего этого сразу раз и Господу читания, еще такие горы просада туда отвезли. Говорят, как так вообще? Ему объяснили, что это, ну, понимаешь, бахтия. Это бахтия, сердцу не прикажешь. Они все делают, как Господь читания хочет, поэтому никакого нарушения здесь нет. И в конце концов начинается Радхаятра, и Господь царь Протопорудра начинает подметать перед колесницей Радхаятры. И отдельная это, конечно, тема, что царю не положено подметать. Там в Индии, ну, особенно там раньше, вот эта вот кастовая система так была строга, что человек никогда не делал того, что не предписано его касте. Не положено просто. То есть ты теряешь касту, то есть ты деградируешь, если делаешь что-то другое. Все очень люди строго это делали. И у родителей царя Протопорудры там целая проблема возникла. С царем Канчи, который он увидел, что его будущий зять подметает перед колесницей, к шатре не может это сделать. Не может быть мусорщиком. Это, ну, ниже достоинства просто. И там, они даже расторгли брачный вот этот договор. И царю Протопорудры, царю, вернее, его Пурушотому Деву, сын которого Протопорудра, ему пришлось уже в бою доказывать верховное положение Господа Джаганатри. И тут, значит, царь Протопорудра смиренно, это их традиция, у них даже на монетах было написано, что я слуга, да, слуга Господа Джаганатри. А он, значит, подметает, там, конечно, метелка с золотой рукояткой, но, тем не менее, метелку он подметает, подметает, и Господь Читания, когда это увидел, его энтузиазм, его энтузиазм в служении, он говорит, молодец, молодец, я это увидел. Потом начинается танец Господа Читания, и царь Протопорудра, наблюдая тоже из дворца, как Господь Читания, распространил себя в нескольких форм для того, чтобы танцевать в каждой из групп Киртана, он это чудо увидел, ну, мало кто видел, очень близкие люди только могли видеть это. И Сарабама Батачаре, когда узнал, увидел, что тот видит Господа Читания, он понимает, что ученик-то продвинулся, что он видит такие сокровенные вещи, он все больше и больше милости получает. И в какой-то момент, когда Господь Читания объединил все эти группы Киртана, и в этой объединенной группе он стал танцевать, проявляя невероятные признаки экстаза, то есть у него то кровь, спор, текла, то есть представьте, какие чувства, что и кровь потекла, и спор, то его трясло, то он прыгал до потолка, и потом потолка там не было, высоко прыгал, потом падал на землю, то у него стучали от этих эмоций зубы, и все думали, сейчас они все падают, то он удлинялся, то он уменьшался, то есть вот такие сильные-сильные-сильные переживания происходили. И премин для того, чтобы толпа, а толпа-то напирает, то есть я видел своими глазами 2 миллиона человек, через каждую минуту-полторы носилки уносили человека, теряли их сознание люди, там все время кто-то кого-то носили, жарко, много людей, и вот толпа напирает, но всем интересно посмотреть, на как Господь Читания проявляет этот экстаз, поэтому несколько кругов такой защиты было Господа Читания. В первом круге был Господь Нитянанда, его близкие спутники, потом еще кто-то, я не помню кто, и потом были стражники, и сам царь Протопорудра, они охраняли, вот самый внешний круг. И в какой-то момент, когда уже все были в экстазе, полном, все забылись, Господь Читания падает на руки царю Протопорудре. Рядом никого не было, все, кто остальные, ну какие-то вот слуги, его близкие спутники, они вообще потерялись где-то уже. И Господь Читания падает ему в руки, тот вообще не верит такой удаче, такая милость. Он держит его на руках, и вот он приходит в себя, смотрит на царя Протопорудра и говорит, Господи, я осквернился, материалист держит меня на руках. Представляете, вот такое вам скажут. Татуши, значит, милость получил, и говорят, ты вообще материалист. Тот так расстроился, а с Ромбом Батачарей его так вот говорит, все нормально, все нормально, все нормально, не теряй энтузиазма. Он дает ему решимость, он говорит, а он просто понимает, что народ смотрит, чтобы все нормально было, официально. Но на самом деле, он очень доволен тобой, он очень тобой доволен. Не слушай его, он очень доволен тобой. И в конце концов, в конце концов, вот это вот все безумие происходит, и Господь Читания, значит, со своими спутниками идет отдыхать. Идет отдыхать, там прекрасные сады. Сейчас, конечно, все поменялось там. Эти здания, этот сад, который сейчас есть, он там забором обнесен, там какие-то ребята физкультурой занимаются. Ну, все по-другому немножечко. Но там это было, там это было. Там были эти сады. Вообще, Джаганадхапури был маленьким городом. На самом деле, маленьким городом. И вот там, где вот обычно, где храм Искон, это уже окраины Джаганадхапури, это уже за городом считалось. То есть, это небольшое было такое поселение. И вот, Господь Читания идет в этот сад, он как-то вот в настроении, а он, это отдельно надо рассказывать, что он там пел, его настроение Шиматерадхарани. Это отдельно надо все эти стихи. Но одним словом, он был весь в Абриндаване. Он был весь в Абриндаване. Как Шиматерадхарани, который скучает по Кришне, он в этом настроении находится. И вот в этом настроении, он, значит, в забытии таком находится. И тут, царь Протопорудра, все преданные, они, значит, попрятались там в кустах. Все за него переживают, все за него держат там вот крестик. Все за него молятся. Пусть у него... Никакой зависти вообще нет. Никто не думает, почему он, почему не я? Почему такое, да? Знаете, я тут аватара мне, пустите меня. Нет, царь Протопорудра, давай, давай. Ему очень надо. Все за него молятся, подталкиваются, со рвом вытащают, говорят, давай, вот сейчас надо идти. Значит, царь Протопорудра снимает все регалии с себя, одевает обычные тхоти, без всяких этих каемок, да, вот просто обычное, вот, что люди вносят, простые. Он в этом вот одеянии подходит Господу читания и начинает петь стихи из 31 главы. Поймите, 31 глава, это когда гопью, в том числе и Шейматер Адхарани, они вместе там были, они, значит, в разлуке с Кришной. Кришна так и не пришел. Он их всех бросил просто в лесу. И они сначала пытались его найти, потом они поняли, что попытки найти не срабатывают. Куда бы они ни посмотрели, он оттуда сразу исчезает. Поэтому единственный способ это когда он сам согласится. Поэтому мы даже внешне ничего не можем сделать. Мы не можем его найти. Поэтому они, значит, поют эти песни и все отдельно их можно разбирать, они потрясающие. Вот, и эти все песни, песня не про одно. Когда ты, вот, появись, появись, появись. Вот они вот прославляют качество потом и вот поэтому появись. Ну вот идея такая. Там просто это все красиво на санскрите, вот, с чувством все это вот подано. Но вообще идея появись. Вот это вот состояние Господочитания. И вот тут приходит, это какой совет старого балба это чаре дал. Он же знал, что он будет в таком настроении. И он ему сказал выучить эту главу, потому что эта глава как раз под его настроением. Эта глава о гопе в разлуке. И тебе надо вот пойти и вот эту главу ему рассказать, пропеть ему это вот. Такая у тебя будет экзамен на Бхакти-Вайбхаву. Пропеть эту главу. Он, значит, подходит и начинает эту главу петь и Господочитания понимают наши. Это наши пришли. Наш человек. Потому что это, ну то есть служанка, слуга-слуги, гопинадхи, да. То есть это вот гопи пришла. Служанка гопи пришла. Вот он видел его природу. Вот гопи пришла. Он уже не видит внешне что-то, в каком теле. И когда он стал говорить, что те, кто делится сознанием Кришны, кто Кришна как ху распространяет, это самые милостивые, да. тава-кадхабритам, тапта-дживанам. То есть дживы страдают, страдают в этом мире. А на самом деле и преданные страдают, и гопи страдают от того, что Кришны нет. Люди обычно просто не понимают, что они страдают от того, что Кришны нет. И самые милостивые, буридаджана, это те самые, те люди, которые раздают Кришны-кадху. И ты самый милостивый. И он подпрыгивает Господь Читатя, вскакивает и обнимает царя-прата-парудру. Вообще, не понимая, кто это, ну, не подавая виду, что он его, как бы, узнал, что это царь, там, о, это царь, да. Ты царь вообще, нет? А он видит, что это пришли наши, гопи пришли. Вот. Он его обнимает, признает его слугой. Ты слуга, ты служанка, гопи. Вот он обнимает его, говорит, ты самый милостивый, потому что ты даешь мне Кришну. Я в разлуке с Кришной, и ты даешь мне Кришну. Поэтому это самый милостивый. Я принимаю тебя, как своего слугу. И потом он на всякий случай спросил, а кто ты? И царь-прата-парудра не перепутал. Он не сказал, знаешь, ну, вообще-то я царь, гуру-махараш посоветовал так вот подойти. Нет, он сказал, вот правильный пароль. Какой был правильный пароль? Я не браман, не кшатри, не ващи, не шудра, не брамачари, не грехасха, не ванапарасха, не саньяси. Я слуга, слуги, да, слуга, слуги Кришны, повелителя гопи. То есть, другими словами, это все говорит, я просто служанка Кришны. Служанка, служана Кришны. Это же об этом речь. И в этот момент Господь Читания показал ему мистические вещи. Там не описано, что, но он открыл ему божественную природу. И царь Протопорудры был полностью доволен, а все преданные, которые там тихоря за всем этим наблюдали, они закричали и все бы за него порадовались. Вот таким образом энтузиазм царя Протопорудры за, получается, 18-20 дней привел к тому, что он достиг совершенства. Почему? Он получил энтузиазм от преданных, духовный учитель дал ему разумное объяснение, что нужно делать, какой саданой нужно заниматься. Вайшнавы, то есть вайшнавы дали ему свои благословения, подсказали ему, что нужно делать. Он действовал таким образом, получал милость, потом еще больше милости, потом еще больше милости, в энтузиазм все рост и рост, и в конце концов все кончилось тем, что он получил эту возможность близкого общения с Господом Читани. Так мы сегодня говорили с вами об энтузиазме. Без энтузиазма что-либо делать невозможно. Это просто каторга. Энтузиазм бывает разный, в том числе энтузиазм сознания Кришны. Откуда он берется общение с вайшнавами, они заражают этим. Соответственно, помимо энтузиазма, конечно же, важно понимать, как процесс работает. Тогда будет терпение, человек будет понимать, что вот так, я знаю, как нужно идти, правильный процесс делаем, все придет в свой очеред, и не общаемся с непреданными, потому что они заражают другим энтузиазмом. Соответственно, энтузиазм сознания Кришны уходит. И как пример, вот эта история про царя Пратапарудру, яркий пример, мы можем излечить сюда много уроков. Вот. На этом все. Спасибо вам большое за внимание, терпение. Если есть вопросы, можем минут 10-15 еще пообсуждать. Где было терпение? Терпение где было? Терпение, что он хотел сразу же? Вот. И хотел наложить на себя руки, да? Я не могу терпеть, давайте. Все, конец. А ему говорят, нет, 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 так ты не поможешь, тебе надо вот так делать. Вот то, что ты на себя руки наложишь, это тебе не поможет стать ближе к Господу Читаю. Вот. И когда он понимает, то есть он, во-первых, у него терпение появлялось из-за того, что результаты-то приходили. Милость. А так как он делал все правильно, приходили результаты. Вот. Он чувствовал подтверждение, энтузиазм увеличился, счастье увеличилось. Поэтому, понимаете, когда типа чуть-чуть приходит, то как бы можно и продолжать терпеть. Когда вообще ничего не приходит, ну как бы трудно очень терпеть. Поэтому терпение было из-за того, что он все правильно делал, и приходили результаты. И также ему духовный учитель все же объяснил, как процесс работает, и у него было понимание. Окей, ждем там две недели, потом подходим так, тогда вот сработает. Давайте. Давайте, да. Когда, кстати, по-рубингу, сам убеждает, что все проходит, Как это похоже на какое-то манипулирование? Манипулирование, да. Чем отличается манипуляция, когда вот люди говорят, ну если не дадите, я покончу с собой. Да? Вот. Не дадите, я покончу с собой. Так манипулируют, да? Так заставляют. А у него мог бы не говорить. Уже как-то вот, ну такое вот уже вот манипуляция. Смотрите, в чем принципиальная разница. Когда преданный принимает то, что Кришна с ним делает, он принимает, соглашается, он с этим соглашается. То есть он говорит, я перед тобой не появлюсь. Он говорит, хорошо, вот, я согласен, ты имеешь полное право. Я не буду тебя заставлять, я не буду тобой манипулировать. Просто мне, просто незачем жить. Вот. Он же не пришел, не сказал, как бы, Господу читанию, что я вот сейчас помру, вот ты сейчас не придешь, вот прямо вот сейчас ты из всех, я вот покончу с собой. То есть не в этом была идея. А то, что ему просто незачем жить. То есть это является иллюстрацией не того, что он, так-то он не собирается покончить с собой, просто он как бы манипулирует. То есть он знает, что человек испугается, и он сделает то, что я хочу. Вот как бы идея такая. Вот это манипуляция. А здесь не манипуляция, здесь он просто, это наоборот, иллюстрация того, что у него нет никаких других целей в жизни. кроме как служить Господу читаний, если этой возможности нет, то и смысла жить никакого нет. Это была его искренность. Это не манипуляция. Это была его искренность. А люди могут использовать такие вещи, так они имитируют. Они имитируют чистую преданность. Вот если ты так не сделаешь, тогда я покончу с собой. То есть как бы имитация чистой преданности. На самом деле ее нет, эта чистая преданность. Есть просто припугнуть. Это шантаж. Шантаж, да. В случае царя-протопорудра шантажа не было. Это было его искреннее побуждение. Нет смысла жить, если я не могу служить. Вот такая вещь. Ну вот так я это объясню. Могли, самое главное, смысл о старении царя-протопорудра. Потому что можно, что-то быть готовым, но он не сделал, когда ему гуру сказал. С вызовом. Это не то, да. То есть смотрите, в чем еще там его смирение проявилось, когда я, во-первых, он не оставил это с собой, да, он посоветовался с духовным учителем. Посоветовался с духовным учителем, вот, и сделал так, как духовный учителем говорит. Так как целью его все-таки было служение, господочитание, вот, поэтому вот духовный учитель говорит, не надо этого делать. Ну, не надо, не надо, значит. Это не поможет тебе приблизиться к нему. То есть тогда, получается, там и смирение проявляется, и его искренность. Он действительно не видел смысла жить без служения господочитания, а второе, так как для него главное служение, то как служить, кончать собой, не кончать собой, это вот через духовный учитель. И духовный учитель говорит, это не выход, я тебе скажу, что нужно делать. Тогда, как обычный манипулятор, он вообще ни с кем ничего не советуется, вот, он просто хочет чего-то своего достичь, и ради этого использует какие-то неэтичные вещи. Еще интересно что-то узнать, спросить, да? А если у вас во время служения энтузиазм достается, что делать? Ну, шарик какой-нибудь съесть. Съесть шарик, включить киртан. Ну, то есть, энтузиазм падает, если он небольшой энтузиазм, то много разных поводов, почему он может уменьшиться, да? Называется нестабильная, стадия нестабильная в Абхакте, нестабильная. Потому что вкус к служению, цель вот этого понимания, что я туда хочу, для меня это важно, оно есть, но оно слабое. Поэтому, когда приходят какие-то трудные вещи, да, а вот, допустим, я занимаюсь служением и устал, да, вот, тело говорит, ну, все, хватит, вообще не надо никакого Абхакте, оставь меня в покое. Да, то есть, уставшее тело в гуде невежества, оно начинает вот такие мысли доносить, да, человек. И так как у меня вкус к служению не такой большой, а тут я как-то перегрелся, да, переусердствовал, то это начинает сильно на меня влиять. Вот, я начинаю сомневаться, надо вообще служением заниматься или нет. Поэтому, когда мы нестабильная у нас в Абхакте, тут важно как-то, ну, советоваться, чтобы не выходить за буйки, за рамки какие-то, чтобы не выходить, с одной стороны, общаться с теми, у кого есть энтузиазм, да, чтобы подзаряжаться, а с другой стороны, не выходить за те рамки, где мы не сможем справиться с возмущениями тела и ума. Вот, поэтому тут как-то вот с кем-то нужно обсуждать это, советоваться для того, чтобы, ну, не выйти в разнос, не пойти в разнос. А так нормально, нестабильно. С утра вроде энтузиастичен, потом уже не энтузиастичен, потом опять энтузиастичен. Ну, это нестабильная такая вещь. Больше с кришнаитами, вот, меньше в интернете, и нормально, и как бы советоваться, где вот, как мне правильно служить, чтобы не разрушать свое тело и ум. Да. Продолжение, может быть, вопрос. Ну, понятно, нет энтузиазма служить, ну, там, надо, значит, по написанию, по написанию не хочется, надо с преданными общаться, чтобы они там вдохновились. Да, да. А вот нету вдохновения с признанностью, вот с признанностью с ними, что тогда делать? Ничего не делать, просто жить. Если нет, то зачем такой вопрос задавать? Если уже энтузиазма нет, то этот вопрос вообще не возникает. Если у вас возникает вопрос, вот что-то вот надо делать, значит, все-таки что-то есть. То есть, когда вообще ничего нет, то и вопросов нет никаких. Человек просто живет какое-то время, пока опять там что-то не произойдет, как-то Кришна его не столкнет с чем-нибудь. Вот тогда опять появится, да, надо что-то менять в своей жизни. Видите, с Кришнейтами какая сложность. У нас с вами есть и материальные желания, и духовные. В четвертой гаве Бхагавадгиты, четвертой, по-моему, да? В третий, третий. В третьей гаве Бхагавадгиты Кришна говорит о трех категориях людей. Те, кто не верит, те, кто не знают, не верят и сомневающиеся. И вот сомневающиеся самые несчастные. Потому что те, кто не знают, ну, про Харе Кришну, ну, как бы у них проблем нет никаких. Те, кто не верит, тоже никаких проблем нет. Говорят, да, это все вообще не нужно. А вот те, кто верят, но сомневаются, у них проблемы. Потому что они как раньше не могут, да? То есть вот как жить как свинья, как бы сложно уже. Ну, как бы можно, да? Но человек чувствует, что-то вот не для этого я создан. Что-то вот, ну, как бы есть альтернатива. И как предные тоже не получается. Потому что, ну, как-то вот, ну, вот и то, и то. И Кришна ему говорит, Арджуни-то, как вот эти сомнения-то побороть. То есть самое несчастное, это сомневающиеся. Говорит, и поэтому занимайся служением, чтобы избавиться от сомнений. То есть вот как сомневающийся человек, вот в нашем случае, да, когда есть и то, и другое. У нас тут два варианта есть. Два варианта. Как избавиться от страданий. Нам в этом мире страдают два вида живых существ. Это дураки и святые. И вот как бы выбирай, в какую сторону прогрессируй. Понимаете, да? То есть, ну, либо туда, либо туда. И тогда все нормально. Ну, надо бы тогда дураком становиться, ну, до конца как бы, да. И тогда все нормально будет. Ты просто дурак, и все. И счастливый дурак. Вот. Ну, либо парамахамсой надо становиться. Вот. И Аржуна, Аржуне советует, становись парамахамсой, избавься от сомнений. Как избавиться? Схужением занимайся. Опыт придет, вкус придет. И тогда у тебя не будет сомнений. Тогда вот это вот, ну, пересилит твоя духовная составляющая. Вот. Поэтому, если этот вопрос такой возникает. Ну, знаете, бывает, что там человек перегрелся, там, переэто самое. И вот он такой, я вот не могу, у меня вот уже все тяжело. Вот. Ну, делайте, что можете. А что делать? Вот можно просто кирпины включать? Просто кирпины включайте. Вот нравится просто, ну, прийти, вот, побыть на программе или просто на просад прийти? Ну, придите на просад. Вот что вот, вот как бы, вот, вот что пока можно делать? У меня друг, мы вместе с ним пуджарили еще на беговой, и в какой-то момент он исчез. Он исчез, и я думаю, куда он, ну, как-то жалко, куда пропал. И через несколько лет я его встречаю. Я его так видел иногда, потом встречаю, и он опять пуджарит там все. Я говорю, а как ты, чего ты? Говорит, я какое-то оскорбление совершил. Совершил оскорбление, и у меня вот полностью отбил интерес к сознанию Кришны. Мало того, интерес к сознанию Кришны, я не мог даже просад принимать. То есть я приходил, ну, как, ну, хоть поесть там, я не знаю, а я ем просад, и меня выворачивает. Я не мог есть просад, год не мог есть просад. Потом реакция прошла, и он как-то стал приходить, и есть просад, и потом он опять стал пуджарить. Ну, то есть на несколько лет он просто вот, ну, такая реакция была сильная-сильная. Вот. Но потом восстановился, все опять нормально. Вот. И это я к чему говорю? Что когда, ну, бывают реакции, ну, уже вот там упустили, что-то там мы наделали уже такое. Ну, вот, ну, реально что-то совсем тяжело, и я ничего не могу, и даже прийти не могу, и то не могу. Ну, ну, хоть что-то-то вы можете делать, ну, вот хоть что-то надо делать. Пусть по чуть-чуть, пусть там по крошке, пусть немного. Главное, что мне нужно делать, это никого не надо обвинять в том, что с вами произошло, не надо критиковать. Вот если критики нет, то оно пройдет, оно восстановится. Вот если критика такая, то долго будет восстанавливаться, это долго будет. Так что делайте, что можете, вот, главное, хоть что-то делайте, и оно восстановится. давайте Классный вопрос вообще задаете Можно было бы быть счастливым тем, что он мог служить вайшнавам Хороший вопрос Хороший вопрос Ну, во-первых, его служение преданным заключалось в том, что он служил сарабамбатачарь Потому что он выполнял его приказы, это было служение сарабамбатачарь И для нас первый преданный, которому надо служить это духовно учить В этом смысле он этот принцип выражал Но с другой стороны действительно похоже, это очень-очень возвышенная какая-то цель стать слугой слуги преданных Вот это рада дасья Когда преданный говорит Я буду служить не Кришне, а Шьяматя Радхарами Это не то, что он Кришну отвергает и говорит, что Кришна не нужен Ну, его Шьяматя Радхарами тогда не сможет вообще с ним воспринимать его Потому что для нее Кришна для чего она живет Вот, но вот какая-то вот есть такая возвышенная возвышенная ступень Когда преданный даже не хочет лично общаться с Кришной Вот, а просто хочет служить Вайшнаву И хочется это сымитировать Но в нашем случае можно сказать, а я вот тоже не хочу никакого Кришна Я не хочу в духовный мир возвращаться Я хочу служить просто Вайшнаву Но это будет имитация Это не то, это не про это Это не про такое Я не хочу в духовный мир, потому что я вообще Мне и здесь хорошо Мне не нужен Кришна, потому что я его и не знаю Вообще, а чего там в этом Кришне А эти преданные, я их знаю, они мне пирожками кормят Хорошие люди Я буду им преданным служить всю жизнь здесь, в материальном мире Мне здесь нравится Вот такая имитация может быть Но, похоже, это очень возвышенная какая-то Очень возвышенная ступень Когда преданный даже с Кришной не хочет быть вместе Он хочет служить преданным, который вместе с Кришной Какая-то очень возвышенная ступень Вот, и надо до нее дойти еще Но в случае с царем Пратапарудра Он поступал правильно Он служил преданным, в смысле, духовному учителю А и духовный учитель его не говорил Что надо тебе служить духовному учителю, понимаешь? В этом цель Духовный учитель не замыкает на себе Он говорит Я тебя научил, как служить Кришне И мы тоже, ведь Харе Кришна мантру Мы не повторяем Можно было бы имена Шивы Прабхупады повторять На четках, как в некоторых организациях делал Повторяет имена Гуру своего Шивы Прабхупада Или имена Господочитания На четках могли повторять Но Господочитания, как преданный, выступая в этой роли Он говорит, вы должны поконяться Кришне Он вдохновляет нас поконяться Кришне Гуру вдохновляет поконяться Кришне И это наше служение преданным Они говорят, что уже Кришне Так, наверное, я отвечу Давайте последний вопрос у вас Может кто-то хочет? Кто-то еще хочет? А еще кто-то хочет? Еще хочет? Три человека Четыре человека Давайте выберите Ну давайте Вот высох Несерьезный вопрос Если такая Это, возможно, символ Это не просто Часто практически Вопрос Отбывается В определенных обстоятельствах Презанные сотрудники Находясь в храме Там, кстати, Брахмачали И часто бывает Да, ну, критическое Умно-насторение Бывает Так, что И вот это тоже Может повлиять Даже от нашей ситуации Может повлиять На жизнь вашей Да Как вот В таких ситуациях От родителей Как себя действует Не высказывает Об правду По основным Преданным Подразление По поводу Ума-нас-кроения Брахмачал А вам-то зачем? Вам же не актуально Другим актуально Если старшие Что-то делают Ну, как-то Кажется, что Они делают Что-то не так Да? Ну, вот Знаете Всегда есть Люди По идее Должны быть Должны быть Такие преданные Которым я доверяю То есть Старшинство Не с точки зрения Ну, выслуги лет Там Или социального положения А именно то Что я доверяю Что эти преданные Они духовно развиты И Когда я сталкиваюсь С чем-то непонятным В своей жизни Духовной жизни И это будоражит Мой ум Какие-то сомнения Какой-то негативной Эмоции возникают Это мое восприятие То есть я Вот Своим видением Когда вижу эту ситуацию Это возбуждает Мне какие-то Негативные эмоции И вот Эти негативные эмоции Они Связаны с тем Что здесь Какое-то нарушение Сознания Кришны Или это просто Задеты мои интересы Вот Интересный вопрос Вот я же могу Ну Вот просто Лично меня Что-то коснулось И я тогда Ну Возмущаюсь А на самом деле Все правильно Вот как понять Для этого Нужно посмотреть Глазами человека Который На более высоком уровне Находится Сознание Кришны Вот посмотреть На эту ситуацию Его глазами Поэтому я иду И советуюсь Вот рассказываю ситуацию И скажу Вот как мне смотреть Как мне правильнее Смотреть на эту ситуацию Вот и все Он сначала Смотрит Своим более возвышенным Взглядом На эту ситуацию И говорит Что он видит И я пытаюсь Посмотреть Так же Как он смотрит И мне легче Мне становится легче Самому Сложно что-то сделать Если я уже Смотрю на ситуацию И мне уже Только кроме негатива Ничего не вижу Но вряд ли Что-то изменится Но вряд ли Но вот мне кажется Что он критически смотрит Это же мне кажется Ну вот он высказывает Мне кажется Что он критически Высказывается Обо мне Да-да-да Потому что я-то так Знаете Вот Я у друзей был Когда в моей фуре И там У мальчика Маленького Зубы Зубы резались Зубы резались И вот Он не спал Он весь такой вот Раздраженный Такой вредный Вообще Вредный Прям родители Вот такие вот Ну Прям вредина Так Почему? А у него зубы Резаются Как только Все прошло Хороший мальчик Поэтому если Допустим Зубы режутся Да И вы как бы В раздраженном состоянии Там вам Любая мелочь Вообще Кто-то там Посмотрел Кто-то что-то сказал И уши вообще Раздражают Демоны Что они такие Он Вредные вещи Начинал делать Этот мальчик А там все Когда успокоилось И так смотришь Что-то Вообще Ничего не имел в виду Я Пылал у вас такой Когда вы на взводе И там кажется Во-о-о Там заговор Причем это у меня Заговорится Да-да-да Да-да У него И даже если У этого преданного Какие-то там проблемы Ну действительно Может быть такое Ну почему нет Бывало в жизни такое Вы какую-то глупость Сделаете Потом думаете Чего я так сделал Я обычно так никогда не делал Да А люди Которые вы это сделали О-о-о Какой негодяй Посмотрите А вы так никогда не делали Вы сделали И сами не поняли Почему вы это сделали И потом уже и раскаиваетесь Ну человек-то не дослушал Что вы Или что-то Поэтому бывает так Что люди сделали Не потому что они там Ну концептуально Демоны Да Ну как так получилось Просто Лила там какая-то была Или просто Звезды встали Потом что-то там Перемкнуло Вот Ну а как смотрят Ваишнавы-то на это Ваишнавы-то Они же через Кришну На все смотрят И даже если Я помню Как Гуру Махарадж Рассказывал Ширанат Махарадж Рассказывал Его У него служение было Нью-Врин-Давани Он заботился о коровах И Тот старший Который отвечал За коров Он сказал Гуру Махарадж Так выразился Понять Что он был преданным Можно было Только после долгих Расспросов Ну классно сказано Да вообще На позитиве И говорит У нас вообще Отношения Ну никак Никак Никаких отношений Никаких отношений То есть В нем раздражало Я его раздражал Вот Он меня тоже раздражал И мы как-то Вот вместе Занимались Вот этим служением И мы друг друга Раздражали Но просто некому было Он просто Единственный Кто в коровах Как-то вот разбирался И поэтому Он был старше Я его помогал Вот и все было Так тяжело Невероятно Просто тяжело Вот то есть С материальной точки зрения Это была Гремучая смесь Но Гуру Махарадж Говорит Я смотрел на него Что это Мой духовный брат Шива Праупада Хочет я Чтобы я это служение Выполнял И он Воспринимал Это через Призму Шива Праупада Что духовный учитель Через него Это все происходит Он хочет Чтобы я это служение Это серьезное сознание Это нельзя Сымитировать Если вдруг У вас не хватает Надо идти К более Продвинутому Предному Чтобы он вдохновил Посмотреть на эту ситуацию Таким образом Вот Но у него Как-то вот Получалось Так вот смотреть И в конце концов Они настолько Подружились Что каждый раз Когда сейчас Гуру Махарадж Приезжает в тот город Где живет этот преданный То тот Его встречает Каждый раз В аэропорту Везет домой На машине И как-то вот Но служит ему То есть они стали друзьями Хотя Вот с материальной точки зрения Они вообще Несовместимы Но так как он Смотрел на эту ситуацию Не своей Не через свою Свобаву А это обычно Так мы делаем Но мне самому сложно Что я тут С Исасами Хорошо на лекциях Говорить Но по факту Когда ты сталкиваешься С таким То конечно же Демоны вокруг Одни Понаехали Демоны Но когда Слышишь Духовного учителя Тех Кто ведет тебя Ты смотришь На этом другими глазами И находятся Совсем другие По-другому Все это воспринимаешь Находятся другие решения Давайте на этом закончим Все на праупадок И Жар Бор приманангей Харико